Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Скифию в Сидмер Стивилизейшн 6 Газарин Сторм. Если вы случайно наткнулись на это видео и смотрите партию не сначала, то рекомендую перейти к первой серии, всегда лучше смотреть по порядку. Ссылка на нее есть в описании к этому видео, либо появляется в верхнем правом углу. Также напомню, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо вам за поддержку. На этом вступительное слово закончено. Приятного вам продолжения просмотра. Сейчас зависит от того, сколько мне атомок будет строиться в моих городах. Так, значит, здесь покупаем казармы. Оружейную. И военную академию. И я даже, пожалуй, куплю военного инженера. Да, да, что-то какой-то нейтралец, тогда у меня не получается. Паузу же кто-то вроде просил, да? Да, прошу прощения. Так. Ара, подбери разведчика. Короче, инка вынесли. Инк уже пошел. Спасибо. Спать. Ну, у меня план. Как бы здесь еще надо будет купить подлодки. Мне бы еще в подлодке, кстати, выйти. Бомбардировщики мне нужно открыть и купить. Подлодки, чтобы можно было и видеть города, и атаковать подлодок. Ну, в первую очередь, конечно, бомбардировщики мне нужны. Так, что мы тут... Что тут появилось нового? Уменьшается... А, РАП, все-таки специал 46 науки вход не улетает. Ну, если он построит космопорт, значит, улетает. Так, плюс два влияния. Может, дополнительную культуру поставить. Здесь же, наверное, как в пятерке, всякие предупреждения о том, что ты, типа, выполнил первую часть проекта, выполнил вторую часть проекта. Ага. Надо самому свечу для... В смысле, самому щелкать? Ну, открывать на вкус. А, победы. А! Ну, главное, есть способ получения информации. Ну, конечно. Конечно. Так, тут лаба завершена. Наверх. Буду копить деньги на эти юниты мне необходимые. Войнный лагерь, тут я все завершил. На что-то там договориться из серии титулов. Запустим искусственный спутник, и на этом остановимся. На весь мир хочу посмотреть. О, алюминий... О, как раз. Даже накапливается. И один надо обработать. Блин, я тут лесопилку поставил. Не, надо сюда идти алюминий обрабатывать. Так, с алюминием у меня... Давайте чекусь, может, где-то рядом. И тишина. Ну, видимо, нельзя. Не, ну, хочешь договорись? Ну, вот я пытаюсь договориться. Я говорю, я хочу запустить искусственный спутник. О, еще алюминий, блин. Когда космопор достроит. Так, с алюминием, короче, еще алюминий. Так, я понял. С алюминием у меня зашибись все. И с ураном у меня все зашибись. Так что самый тот путь воевать, в общем-то. Сейчас оно закончится. Потом я просто колонию на Марсе основал. Ничего такого я не умею. Не, не, не. Я, собственно... Просто картошку решил поворачивать. На самом деле, нет. Ну, блин, шутечки за 300. Короче. Я сделал кругосветку. О, движение какие-то движения. Почему так будет мне послание отправлять? Так, значит... Потому что может это быстрее обработается? Давайте вот это... Я тут пытался, но уперся в море, когда там нельзя было еще плыть из... Так, ну, понеслась строительство ядерок. Здесь строим... Здесь строим... Здесь строим... 58. Ну, в покровке давайте. Тоже. Каждая ядерка, кстати, 10 урана. Поэтому... Видимо, больше сейчас нельзя будет. 35... 68. О, здесь тоже можно ядерку. Ну, следующим ходом. Как раз закончу зенитку. Так... В прошлой жизни много дней. Так. так тут зенитка стоит я сюда вроде отправлял нет до отправленного счет эту тут оставим тут все обработано ну пошли вот к этому алюминию на этом мы куплю клетки военного инженера и какие-то сплошные мои артефакты и варваров все давайте тут шахту сделаем так что по гэгэшкам китайцы конечно печальная игра да ну мне бы в буэнос-айрос хотя чудеса зданий районы уже а он сын шихуанди союзник же так 40 китайца не будет мне короче надо 5 потому что бы нас а раздает счастье за каждый бонусный ресурс мне нужно так 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 давайте мы амане блин я не успею надо амане в буэнос-айрес отправлять она у меня вавилон едет зачем-то мне уже в вавилоне не надо честно говоря вавилон будет давать науку от артефактов до плюс 2 науки за каждый хотя хотя это довольно много будет плюс науки сколько у меня билла посчитаем 2 на 2 науки за люкс ход не закончил люкс да да я постучал таки даже то что несмотря на то что мы на раз-два-три это же служил и воины все ушли сейчас всех пошел раз два три четыре до 100 расчетами 7 8 9 10 динамира не ну 18 науки плюс вы думаете сейчас это уже играет роль а даже за артефакт ну да мы там артефакты в основном даже даже меньше будет не давайте амане все-таки в буйнос-айрес счастье сейчас тоже будет все в процентах на производство увеличиваться все в процентах на производство у араба сколько веры что у него в политическом районе построено он за веру может покупать где его да он будет за веру войска покупать может во всяком случае за веру войск это я могу удалить в принципе спаси и так значит я амане и жена сайрес отправляю повысить так чё алексей не делал ну ты обещаешь не началась космопорт строить я готов с тобой продли я тоже не буду космопорт тогда строить тоже обещаю может быть все-таки до ракета строения там дойдем по-божески пошел карту открыть смысле ракета между спутник запускаем только спутник у меня инк пытался книжку купить за 12 зол у хорошая цена зря не согласился я тоже так думаю жалко с компьютерами не торгуя принимая дружбу по культурному жада кину по культурному жадь и 1, they will. Так, в Майкопе ядерку. Так, значит, я могу войну начать через 4 хода с... С Римом. Значит, надо покупать самолеты. Я же открыл бомбардировщики, да. Раз, и... А же, наверное, совсем не нужно, да? Да, и шарик я их отстроил инженером, чтобы быстрее бегать. Ну, в этом-то плане вроде бы да, но... Просто... Столько времени занимается... Семь, давайте еще зенитку тут. Нужно было бы их расстроить, а так он нереально. Не. Не успеешь, особенно на такой карте. Когда по 20 городов у всех. А, блин. Я не могу купить эту клетку. Нафига я сюда шел? Она должна либо сама присоединиться, либо... Да, я не могу купить эту клетку. Ё-моё. Приперся. Ну, мне пока хватает на два бомбардировщика, но мне надо больше. А на подлодке мне вообще нефть нужна. А как там инженерам помогать плотину встроить? Просто встать на клетку центра города, или? Нет, на клетку плотины. А, нет, на центру города, да. Потому что не существует клетки плотины. Да-да-да, на центр города. Так вот такой шестеренка с плюсиком появится. Появится. А как же колышки вокруг берегов? Грузин. У тебя желания повоевать нету, случайно? С тобой, или с каком-то другим? Ну, со мной я бы, наверное, не спрашивал. А кого атаковать? Ну, раз некого, то, наверное, ладно. Не, ну если ты намекаешь на рим, то у меня с ним союз. Да, и сколько? Да, просто он-то истекает через два хода. Но тут воевать как бы тяжеловато будет. Тут аэродромы в мою сторону стоят, да и караваны хорошие. Алексей, у вас там араб рядом, варите его. Мы с арабом пирожочки? Да, мы как бы... Кубицы и... Скифы, вот. Так и сам, ну и будь пирожочек. Чё-то это, слава. Прикольно, у меня... Кровел в центре города не хочет атаковать почему-то. Да, чё-то я тут немножко затупил. Ладно, вернёмся обрабатывать. Тут я уже сюда отправил, в принципе, рабочего на этот алюминий. Или не отправил? Так, значит, тут у нас зенитки готовы. Если чё. Ну и чё, операцию Иви запустить. В город растёт. Ещё глянную мельницу здесь можно. Так, сколько у нас стоит крейсер здесь? Не крейсер, а этот... А, опять нефть. Что на кнор? Тут вообще нефтяной магнат. Красители у него есть, мрамор у него есть. Мне даже ему ничего предложить. Давайте... 200 денег. Ну, чё-то лень так свой город ставить. Друзья, мы заключим тогда. Да. А, подожди, а ты... Собираешься улетать? Нет. Нет. Ну, так же лунную экспедицию запущен. Но у меня науки меньше всего в вас. Не стоп, стоп, стоп. Не лунную, только спутник. Только спутник. Ну да, спутник. Я спутник, спутник, да. Договорился. У меня даже космопорт-то не построен. Какой улетать? Там, скорее, араб улетать. Ну, типа, как я улечу тут на всем оттуда. Чё, китай, сын, кому мрут в итоге? Да, там уже и умер, типа, я там уже за перевалом горной гряды, там уже я, и уже мы соседи с 9 ходов. И 13 очков, может, успею? Я бы прошлым городом забрал, бы прошлым ходом забрал ещё один город, но у меня каравала просто отказалась атаковать. Она стоит такая, я нажимаю пробить, и она стоит. Чё-то всё плохо. Неизвестная ГГшка, это кого захватили? Гранаду я захватил. Ещё на этой карте есть неизвестные ГГшки, блин. До сих пор для меня. Блин, у Рима река Махакам. Опять ведьмак вспоминается. А где это реально, это Махакам? Это где-то в Шотландии, что ли, где это? не обещал голландцу дружбу давайте так ядерки два хода ну надо бы уже покупать а нефть я взял так я бы еще тоже самолетик купил шпион османской империи был пойман при попытке похитить ускорение городе пенар дель ближний морской бой настоящая пропагандистская новость 34 как раз выйду а вот до следующих не долетает пока 2 эсминца покупаем не хочу чтобы его этот видел меня все еще границы китая уме тут до кругосветочки то осталось рукой подать надо за 8 ходов закончить а а а а а это странно блин корпус компус корпус бомбард в арту апается блин за 150 золото с карточкой а а корпус луков в пулеметную роту да логично но я понял почему рассинхрон город я в итоге захватил оказывается все строить плотиной или лабу каравелла бы которая не хотела да есть такие своевольные 46 производство еще тундры просто селись и селись капец снега просто тот еще пол на юге на севере или на юге на севере я просто на севере кстати поменьше тундры как то вон там арабская пустыня тебе как раз туда пришел подначить селиться хорошие места он иди туда сам назвал с вами селись ну я мне нету денег пока покупать эти клетки кошмар какой-то просто невозможно все прокрутить зачем нет 6000 веры вот эта игра за веру конечно а то вдруг я захочу ли меня верно что вот можно еще за веру покупать типа кроме вот войбу из под этих позорных за союз валетту будешь все здания в центре города покупать этого чувака до натуралиста вот натуралиста можно на рок-группы издания группы между прочим отравочка в компусах язерку можно было купить меня меня вот странно что ладно самолеты нельзя покупать за веру это предположим баланса но почему нельзя морские юниты за веру покупать я не понимаю но потому что под штык встать легко а корабль просто так не намолишь да а как ты плотину тогда намаливаешь типа все верующие пошли на мешки свалили да именно так именно так положение к мешке по столу кусочек сыра у нас опять за вера можно нет вроде нормально проходит что такое так а ты на меня уже нападаешь дуболомами я бы купил авианосец у кого спрашивает это я люкса спрашиваю какими дуболомами у нее прям не прямо сейчас на меня берут в принципе да это я рад свой ты разведчику на автомате стоит а ты хочешь со мной повоевать нет а тут у нас если бы хотел я позже повоевал ну даже иметь невыгодно истребителей наставил ну если кто так считает ну чё придут у меня лягой территория этого все еще два города я не понимаю моя уж прошлый год было два хода сейчас два хода чё за хрень чё так долго у кого-то варвары каски бегают а у меня варвары брачники мало забавно что потопленной клетки можно вырубать да не достанься ты никому я так делаю не забайтите вы мне все-таки на постройку плотин это вот не нужно ну да плотина для слабых до блины только 2 смогу кинуть и всего но бы перехватит своими этими истребителями причем это истребители порты примут ну никто ну вообще вот эти лазерные пристрелы четвертый ход ребят то тебе не меняться дуку рим сидит такой 601 науки 438 культуры космопорт видишь не только тебе в науку скучно улетать скифские эсминцы знаменитые а эсминцы они рукопашные кораблики на большом барьерном рифе дуэли эсминцы рост до спешится эсминец и насчет под рукопашные давайте смейтесь намного ну серьезные игры игры механические они рукопашные надо это кровава это выйдем милишниками называться ну а милишник это не рукопашные что ли не на рукопашные это как-то сильно уже конкретизировано закончилось эсминцы кикбоксеры надо опять обвинять ремень по почему мне не строится один ход наконец-то стал было два хода несколько ходов просто и села работает его просто пригружается а для него время до меня шел таймер я сделал полноценный ход номер оборвался по таймеру все нормально для этого вот по таймеру все было хорошо но во время переходовки что-то там не синхронизируется слушай-ка это китайцы убьешь этим ходом ну наконец-то что там происходит и инка больше нет быстро вы 21 сообщение до дача там происходит невероятно аннигиляция инка по чакуток публично за вашу по чакуток у лично суждают ваш цивилизацию и тем же ходом умирает со мной месяц пытался так 8279 мне надо проект или и термоядерки иначе не пробиться будет ой сделаем Я больше забавляю, что у меня потом после этих рассинхронов компьютер поступает в ПТ-команду. Какой нехороший компьютер. Вообще. Ирин, ты там предложение принимаешь? Да-да-да. Я как раз листал всё это дело. А пришлёшь тогда о своём видео? Да-да-да. Потому что она очень легкая. Вообще, конечно, в плане баланса по ресурсам ерунда какая-то. В общем, его нет. Уран только у меня, я смотрю. Сулейман, давай дружись. Мы уже помирились? Нет, я тебе в мир кинул. Ага. Ты же сказал, что ты не хочешь воевать. Ну, я тоже не хочу воевать. Я успеваю. Нет, я могу, конечно, на тебя пойти, но это какой-то геморрой был. Ну, мы тогда точно не закончим. Может, сейчас объявить войну? Да нет, просто неудобно на тебя идти. Улька Уамон ближайший к тебе. Вообще, Люк сейчас уже довольно громко. Да, чё-то чё-то. Атомку ещё... Атомную подводную лодку куплю. Сорю, как с неё... Не, ну, а вот вилкой называть это, конечно. Так себе названечко. Проберем с алюминием. И с нефтью, и с ураном. Чё-то фигня с ресурсами, короче. Ну, с алюминием зато, видимо, всё хорошо. Так, я же говорю. С алюминием, нефтью и ураном. Ну, как у тебя 20 алюминия? Всё. Что? У тебя 20 алюминия. Ну, так обкипа не было. Сейчас обкип пошёл, теперь он вниз. А, то есть надо посидеть подождать, да? Ну, соображаешь. Спасибо. Желательно подождать, пока закончится игра. Посмотрим, какой у тебя обкип. А, минус один. Ммм. Это здорово, да. Так, ну... Или, может, у роботов прям сразу идти? Тоже неплохая штука. Так, демократия. А какие способы ещё увеличить инком вот этого всего дела, кроме карточек? Захватить кого-нибудь. Купить у кого-нибудь. Гениально. А я про вот... Да, игромеханику какой-нибудь. Неизвестный. Неабелька. Великих людей. Потому что у тебя подлодки, получается, не... Это самое. Не тратят обкип никакой, кроме денег. Так, ничего. Все верно. Посмотрим, смогу ли я пробить... Твои истребители. А может, не знаю? Что-то такое агрессивное. Это ему просто скучно уже стало. О! Смог. Смог. Так. А истребители, типа, не сбивают, да это? Не, они сбивают, но в этот раз не свезло. А то, что их там аж на 3-4... А я так понял, неважно, сколько их там либо перехватил, либо не перехватил. А, и ты, типа, потом сходу его берёшь. Ну да. Часно, понятно. Ты уничтожил моего шпиона. Фух, спиона. Я чуть не отдал город на родном месте. Почему я не могу туда зайти? этот как его зона контроля от моего эсминца а ты не видишь мой эсминец вот я уверяю почему почему твой эсминец мой так сильно дамажит а мой твой так слабо потому что у тебя раненый был эсминец ранен самолетом то есть все таки истребители что летают что не летают только никакого эсминцы перехватывают в радиусе одной клетки еще вопросы ну как бы народ щас типа это лёшка выигрывается дела я предлагаю то есть подожди голландец там забрал китай финики забрал инка но выиграет лёша верно ладно неоголландцы не голландец близко к лёша вообще типа доходится так относительно поэтому я предлагаю поэтому я и предлагал грузии попилить рим а он как-то застеснялся а там какие уже реактивные истребители это у рима у меня нету реактивных истребителей ну тебе по-хорошему он должен был там быть один просто не три штуки на каждый город по истребителю иметь но это вот сейчас рандом сыграл то есть меня просто повезло что моя ракета пролетела с таким же успехом они могли избить ее причем шанс что они собьют выше чем то что я попаду то есть ведут вообще реально повезло как у меня тут и сменится умер кто-нибудь может пояснить так что дальше дальше ловим еще ядерок во все свои города там тоже так тот походил же он похожий ты хочешь его перехватывал когда ты походил тем эсминцам ты тем эсминцам про атаковал мой ой эсминцам блин истребителем так давайте тут купим наверное танчик нет лучше кавалерию быстрее движется да и здесь кавалерию на и дешевле к тому же так что пылья эксперт то есть вау 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 Так, что у нас время выполнения задания, вероятность падения. Алексей, ты принял предложение? Да, только что. Так, тут ждём проект Иви. Наверное, везде зениток. Грузим предложение. Где ещё нету в городах, надо зенитки поставить. Так, тут шпиона. Лава завершена. Давайте какую-нибудь морскую юнит. Или, блин, танк. Тоже нефть требует. Эко-Валерию. Блин, да что ж тут? Окружают круга с веточкой? А нафига я уже в золотом веке? Чё, плюс 0-й-то заход. Это что, штук перец по работе? Так, давайте карабу тихий тырить. Так, давайте карабу тихий тырить. О, я смотрю, рим рок-группы карабу отправляет. Араб-предложение. Это сейчас и важно, куда я там ещё отправлю? Нет, просто наблюдение. Ну так чё, народ? Лёша выигрывает, все дела? Ну, а чё я могу? У него ядерки есть, у меня нет. Там мы с ним рядом зафига народу живём. А, то есть мы с ним друзья, поэтому пусть выигрывает. Нет, я имею в виду, мы в дружбе, я напасть не могу. Сколько там ходов у вас? Да мы только заключили. А, то есть всё вовремя. Так я попросил нефть у голландца, голландец сказал, только при условии, что дружба. И, собственно, вот... Класс. Мне, чтобы Лёше что-то сделать, сначала надо вынести голландца. Но у меня есть с ним союз. В смысле? А, типа, не, вынести голландца, нет? А, слишком далеко, Лёша, от меня. Много здесь поможем. Расскажи мне, каким образом я выигрываю? Посмотри, 706 науки у араба. Араб сейчас пойдёт забирать всех в другую сторону, скорее всего. Либо... А что даёт наука, когда все техи уже открыты? У меня не открыты все техи. Прожимать последнее... Она ничего не даёт, вот именно, что, типа, если у тебя нет урана, типа... Не, ну хорошо, если вы откроете научную поведу, вы увидите, что я четвёртый по количеству тех. То есть я тут даже по науке никак не победяю. А вот Рим... Да я тебе... 70 тех, 70. У меня 61. То есть Рим очень близок к улетанию. Кто его может остановить? Только чёрный плащ? Ну да, да, конечно. Рассказывай. Вот это всё. Гениальная политика. На самом деле, я бы сейчас задумался, если Лёша пообещал арабу не улетать. Какой у него план на игру? В смысле? Взять и улететь. Кто он такой, чтобы держать свои обещания? Или всех убить? Убить не получится, всё круче. А вот всех будешь убивать. Ну что? Это тоже не собираешься? Ну ты же только что пересадил самолёт сюда, но он не будет работать сейчас. Ты его только-только сюда в этот город его пересадил. Он походил уже. Когда он вообще будет работать? На этот, который заранее, тоже не будет? Окей. Интересно. Я даже не могу... А я могу своими рабочими очистить загрязнение в городах Рима или нет? Так, это что тут за подлодки такие? Умри. Нет! Моя любимая подлодка. Подожди, а где у столицы? Я даже его столицу не открыл. Получается. Последняя атомка сейчас полетит. Ну, видимо, на Медиалан. А потом я уже буду термоядерки строить. А, вот у меня ещё одна строится, правда. Ядерка. Какие-то средневековые битвы. Сорян, я отходил из туалета. Чё там? Новости. Новости. Нет, в целом. Всё как обычное было. Хищение шедевра. Кому бы отправить? К голландцу. Это безумие. Кого лица? Пэнс? Хищение шедевра. Кого? Кого лица? Какого лица? Пэнс? Какого лица? Кого лицы? ну так что какая там еще генерная информация мной пропущена когда там еще самолеты не работают так это рандом как как и это это нет смысле ну смотря должен быть полными очками запаса с очками действий то есть одним ну да он не должен был хоть ну блин это любого юнита касается этой заразе того что ты походил арбалетчиком и удивляешься почему я не могу арбалетчиком выстрелить подожди арбалетчику я не могу дать приказ патрулировать вот я самолет повесил над городом типа забивать эти фигуры на один не может избивать нет ты этим ходом его повесил то есть он использовал ход отправить его на патрулирование получается там как-то война странная какая-то и лёш ты рим ты не захватывает да рим там карточки поменял он меня поменялся а ну да у тебя ничего не поменял он меня просто разбомбил ядерками и все потому что в одном случае типа не повезло пофиг сколько самолетов в другом случае значит поздно в третьем случае рано зенитки самая нормальная зенит так а зенитки там тоже какие-нибудь подводные камни это на просто она просто стоит ее ставишь и она стоит она не военный юнит она юнит поддержки страна же стоя это одну клетку то есть можно какую-то кнопку нажать или что нет там про на вообще там нет других кнопок там есть кнопка просто отдыхать но отдыхать которая вот полумесяц или потом окажется что как раз при нажатии этой этой кнопки она и не работает эту кнопку и нажмешь ты будешь каждый ход вынужден там свою дюйм там нету других кнопок отжигать поэтому да только ее так ну то есть я еще скуплю она будет работать или нет на следующий ход на заработать потому что и купишь у нее будет ноль очков передвижения цели с новичку я так понимаю а будет работать она тоже с каким-то шансом да да но у них реально ну то есть шанс перехвата намного выше шансов нет нет с перехвата на городе сбивается до зенитка мы тут я просто но я серьезно скажу что тут вот то что я в равену попал это чисто я бы я думал у меня было пять ядерок этому интересно из пяти ядер сколько пролетит таки могли вообще все пять не пролететь тогда бы я сидел мы вы говорил что вот рандом что это за херня а у нас у всех висит переход хода так голосование все проголосовали опять нет а вот вижу но у нас сначала показать что у тебя синхрону потом ты видишь озеро синхрону что-то на переходов может не приняли да нет ну ты даешь а я думаю араб и голландец вместе с дедоны вряд ли согласятся и тут победил но они ничего не пытаясь а зачем они по-другому хотят выиграть захватить тебя за за твой счет усилиться научно а именно меня ты выбрал потому потому что с арабом у меня союз голландец намного дальше чем ты что у меня с арабом союз всю игру кони кони прискакали в равену ну если ты можешь что-то сделать то делай ты хочешь просто сдаться вот так ну попробуй разные штуки сопротивляйся борись но плане чему тут сопротивляться условно говоря допустим предположим я могу сделать ну не знаю как допустим могу да сделать так чтобы ты не выиграл что это поменяет выиграют другие ну да ну ты помешаешь своему сопернику который тебя захватил ну это все-таки борьба какая-то так вот тут вопрос ты получается захватываешь рим и у нас улетит кто-нибудь типа араба сразу же и мы уже ему ничего не сделал как я захватываю рим улетает араб почему да какая-то странная связь нет потому что ты воюешь араб в это время спокойненько сейчас тихо запустит спутник и все остальное ну во первых это не быстро делается он не сможет это сделать в течение того времени сколько у нас союз лиц во-вторых у него с другой стороны тоже есть соседи которые тоже могут вступиться и в-третьих я воюю не тратя ресурсы по моему у меня и на араба ядерок хватит сколько у коней силы там же мизеры какой-то как они город так я сначала снял защиту самолетами а потом полностью разбитый город взял ну слушай мне же еще с другими играть откроем карту еще через соперники в игре так опять у люкса рассинхрон на никогда такого не было и вот так как можно почему последний ускорку там ходок но это бывает еще этой шестой циве иногда вот такая хряжка что-то кто-то бывает начинаются на стенхроны ну не каждый раз скажем но бывает короче сейчас делаю сейф так и грузим знаю кто хочет чтобы рим продолжал в игре быть на самом деле потому что я их не опережать я не опережаю их по количеству технологий и пока я занимаюсь тобой они могут заниматься улетанием либо забиранием кого-то еще я собственно и договаривался с тем же арабом в том плане что я нападу на кого-то и он нападет на кого-то будет забирать я не знаю чем он занимается например я тоже напал типа не да на кого на турка ну вот араб занимает забирает турка так что почему ты считаешь турка я не в их не факт то забираю может быть он там отборно что ты считаешь что это не означает что араб автоматически победил тогда тем более что я еще забирать тебя буду долго мне тут такие расстояния мы находимся далеко а еще великие люди на космическую гонку забрано полюшки и еще один или только для башни нет 1 и только одного взял 1 взял я еще одного люкс ну вот так но я загрузился ринты загрузился можем продолжать так это сейчас не рим да но у меня юнты не ходят например пока еще но не отходят ну а как там это дело работает какое дело ремонт после а это надо строителя купить да я его уже купил и он начнет умирать сейчас плава плава что почему нарисуну что могу сюда встать на самом деле нет а ракетный крейсер плывете надо бы отплыть наверное подальше а чем отличается еще при улете вот за алюминий когда ты из за другой там еще за энергию типа на чем одно за алюминий другой за энергию вот и все отличие а люкс у тебя уран есть да хочу четыре штучки ой блин я же хотел этого робота купить забыл совсем пока тут сейвы 1275 ща не причем а вот рассмотреть и я тебе там на ресурсы послал на люксовые не посмотрел в м на зеркании в корпус не предъявления не объединяются потому что они граждан заспавлены семь ходов надо копить короче еще не будет у меня все заставлены оповещение на во всем при загрузке так то есть если мне отправишь да я сейчас отправлю предложение на уран то будет проехать ну вот так вот можем договориться тебе все равно это может уже не пригодиться да мне это точно не пригодиться спасибо блин они что-то до хрена строятся да много там можно пингалу виктора прокачать на ядерный проект вектора надо делать а чё вы уже все ход закончили что ли блин сорян трое по моему еще не закончил я не закончил да мне показывать что только я закончил пока не 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 ты авис и я там мне показывать что все закончили но если на ожидании игрока направить там пишет кто еще ходит ну но в смысле на глобус да я понял мистер иди тебе не кажется что у нас наконец-то правильная с тобой партия случилось она должна порвать этот порочный круг я считаю ну да без упорки сидимся спокойно союзимся соседи забираем все шикарно строим домики там нет мы же соседи забираем все нормально мы же не просто домики да вы молодцы тишь да благодать блин вот это кстати о следующем на следующий ход и плохо сменяется наконец-то агрессор что что агрессор я говорю агрессорам благодать не положено обидны твои слова эээ ты чё там город бьешь опять теперь чё равенна недорога как память не хотел сэвен бразерси такие горы акведуки а ракетный крейсер не брать города или нет он же стреляет нет он дальнего боя да курганы кахоки но это же вообще ну как кофе я же говорил сэвен бразерс это топовый город я его хочу себе но беда в том что он через голландию от меня находит только не говорите что сейчас опять рассинхрону люкса тогда это что то нездоровое нет героический век ну эх коллективизация ну ну вот это тут меня он меня продамажила я не смог забрать так тут мы заберем 1 2 3 4 5 не доплываю я кстати не могу понять откуда у тебя вот эта кавалерея пусть и с моря так я вижу почти все клетки этого моря она у тебя на сколько там плывет на миллион на 6 это кстати еще одна дебильная вещь в шестой цили какого хрена юнит пешком ходит на 4 клетки а плавает на 6 что это за ускорение на воде так ну чё возьмем наверно под охраной лжи или пульс паровой машины лучше пульс паровой машины у меня там хорошие лагеря да долго у меня ренцы будет слушали короче разговоры о том чтобы построить там это самый космопорт и потом и потом и потом улететь в космос они конечно откровенно говоря под собой реальных оснований не имеют потому что тут все проекты настолько долгие что это еще это в 40 ну все зависит от производства типа если у тебя 200 производства то нормально они ну слушай у меня блин русская долина в Риме как у тебя промки там у меня там промки 120 ну мало ну у меня в четырех городах вот 100 120 не так мало очень а а как делать больше у меня все по максимуму раскачивать промзоны так наверное бонусы за соседство тоже там всякие акведуки другие промзоны там стратегические ресурсы а караваны караваны ученые забираются на то чтобы так и караваны и вроде эти самые всякие там инженеры были которые еще промзоны промзоны значит место плоское очень там вроде не но в смысле так это умрет холмов не к сожалению подожди какие холмы конец игры когда все районы уставлены нет нет ну холмы ты хочешь сохранять чтобы у тебя промка была каждой холмы там 5-6 промки с руркой кажется чуть ли не 7 там не помню точно холмы то есть холмы типа на угол не застраивали вечно да да холмы можно было убедить Алеша все клепает клепает капец уран уже термоядерки клепаю обратите внимание ну вот термоядерки уже не сбиваются это я к тому что если кто-то там планирует улетать то не стоит на излете как говорится прям в ракету а термоядерки не сбиваются? нет термоядерки сбиваются просто у них радиус две клетки ну в смысле от места попадания две клетки поэтому я могу кинуть туда куда радиус твоих сбивающих штук не работает понимаешь у всех сбивающих ракет то что сбивает ракеты радиус одна клетка поэтому я просто кидаю ну для этого конечно надо карту увидеть понятно желательно очень сильно на этом пока все продолжение спонсоры могут увидеть прямо сейчас во вкладке сообщества для всех остальных оно появится завтра спасибо что досмотрели до конца я Алексей Халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока 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 пока